Разрушительное землетрясение в Мексике. Не менее 225 человек погибли. Среди них десятки детей. В стране ввели чрезвычайное положение. Продолжит Людмила Панасюк. Южные регионы Мексики сотрясались в 13 по местному времени. В стране как раз проходили учения гражданской обороны, приуроченные к годовщине смертоносного землетрясения 1985-го. Эпицентр толчков магнитудой свыше 7 зафиксировали в штате Пуэбла. Землетрясение всколыхнуло и соседние штаты, и столицу. Только в Мехико насчитали более 40 полностью разрушенных зданий. Под обломками начальной школы погибли более 20 детей. Вдруг все начало трястись. Сигнала тревоги не было, поэтому толчки застали нас врасплох. Впервые вижу такое. Никогда не думал, что от землетрясения может пострадать наш город. Я просто в шоке. Разрушение домов привело к многочисленным утечкам газа и возгораниям. Сотни уцелевших зданий остались без воды и электроэнергии. Президент в виде обращений призвал мексиканцев быть крайне осторожными. Ведь даже дома, устоявшие во время толчков, могут быть потенциально опасными. Чтобы помочь пострадавшим, медицинские центры, больницы и операционные кабинеты готовы принимать каждого, кому необходима помощь. Я распорядился развернуть армейские подразделения, задействовать морских пехотинцев и, координированно с местными властями, создать пункты энергоснабжения. Беда не оставила никого равнодушным. Люди самостоятельно организовывают центры помощи пострадавшим. Здесь можно отдохнуть, поесть и найти хоть какую-то информацию о пропавших родственниках. Это и есть гражданское общество. Мы собрали воду, продукты и медикаменты из разрушенных домов и принесли в Центральный парк. Теперь их может взять каждый, кто нуждается. Меньше недели назад из-за другого землетрясения погибли по меньшей мере 98 человек на юге Мексики. Из-за сейсмической активности проснулся вулкан Попокотепетль. Сейчас он выбрасывает километровые столбы дыма и пепла. Сейсмологи оценивают ситуацию на вулкане как красную тревогу. Людмила Понасюк, подробности, телеканал Интер.